Более 25 законов по поддержке военнослужащих и их семей принято в Приморье. Для них предусмотрены различные выплаты, льготы и помощь в обучении и трудоустройстве. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяка на встрече с ранеными участниками специальной военной операции. Губернатор отметил, что правительство Приморского края активно поддерживает участников СВО и их Мы сформировали организацию «Тигр правопорядок», где ребята будут нести дежурство здесь по правопорядку в городе Владивостоке, в других наших населенных пунктах, бороться с браконьерами. Это одно направление. Второе направление – это трудоустройство ребятам с У-155, с Тигра, кто получил ранения. В нашей организации «Примводоканал» и «Примтепло», где будет производиться доплата тем, кто принимал участие, плюсом 30 тысяч к основному окладу. Для получения, допустим, специальности мы готовы еще провести такие курсы и обучение, в том числе за наш счет, чтобы вы могли получить ту или иную специальность. Я думаю, что можно посмотреть в том числе и по водителям школьных автобусов. Мы также это примем и по водителям скорой помощи. В ходе встречи военнослужащие задавали вопросы, связанные с лечением, реабилитацией, получением необходимых выплат и инвалидности. Все вопросы взяты на контроль командованием и чиновниками. Обратившимся будет оказана адресная помощь.